Скажу, Беков умри, ты больше и лучше ничего не напишешь Хотя на самом деле нет пределов в совершенству Когда Лев Абрамович читал про Сад Дамаза, даже мне стало страшно Но я скажу про другое, Виталий Михайлович, я вам скажу самое главное Вот ваша особенность в том, что вы раньше других стали проектом Это сегодня вместо творческого процесса у нас есть художественные проекты Это выбивание денег, премий, это все А у вас в советские годы, где все делали одно, а вы делали некую активную интерпретацию классики Вот почему мои слова будут на две темы филологические размышления Первое филологическое размышление Дорогие друзья, у нас до 19 века в мире было только одно Было искусство в книге И лишь потом, в 20 веке, стало искусство книги Мы в нем достигли совершенства Но, вы же помните, что у нас, как сказали на одном теле мосту Извините, что я уподобляюсь коллегам, я тоже скажу агаткам У нас говорили, помните, секса у нас нет У нас, помните, дизайна не было Вот у нас не было дизайна книги Но Волович с его графикой был И вот сегодня, когда выходят прекрасные альбомы Воловича в автографе Когда я вижу, что вот эта графика, она еще может быть показана как книга Я стал думать, что, может быть, уже новый этап наступил Если раньше было искусство в книге, потом было искусство книги А теперь, может быть, искусство, знак равенства и книга И я в этом смысле хочу поддержать Виталия Михайловича Как участника многих книжных проектов А теперь немножко про эту выставку Вы знаете, я хожу немножко тронутый и двинутый Решением неведомых мне анонимных историков Которые решили объединить февральскую революцию Даровавшую нам свободу Как бы вообще, хотя бы словом И Октябрьский переворот Который дарвал нам деспотию Сейчас все это вместе называется Великая какая-то революция, русская революция Я хочу сказать, что вот эта выставка Кстати, гениальная выставка И вот на что художники бывают требовательны к себе Он мне постоянно в течение года говорил Женя, у меня 30 каких-то переплетов 30 стекляшек 300 300 стекляшек На самом деле это целая книга Книга, где женщины и монстры Так вот, теперь я вернусь к теме двух революций Когда их соединили, стало не так остро А стало как-то все в кучу Как очень модно у нас сейчас Вали все кулем, потом разберем Вот мне кажется, что работы Виталия Михайловича Где женщина, как символ чистого Светлого Как символ любого попранного Уязвимого Почему здесь гротесные сцены На любые темы Я думаю, что это широкое звучание Я не буду привести к примеру Но я могу сейчас сказать От попранной доброты и справедливости В системе силовиков До какой-нибудь 31 статьи нашей конституции Где все это женское начало Оно топчется Но зато вот Виталий Михайлович Показал, что вокруг монстры Казалось бы Легко можно сделать Там Женщины Верзус монстры Да? То есть против Но я думаю, что Можно и другую Сделать Филологическую забаву Сегодня есть Очень модная Типографическая штучка Косая черта Слышь Женщины Косушка Монстры И это о чем говорит? Только об одном Сегодня, к сожалению И женщины тоже монстры Сегодня и свобода Тоже не свобода И доброта Тоже не доброта И Виталий Михайлович Гениальный над ним Он показал Вот всеобщее Это изменение Четкие грани Как на пятаке Рельефы Они стерлись И этом он Художник прорисовки Художник резца Иглы И кислоты Он велик За это я его поцелую